Приветствую всех, с вами Макси. 12 апреля должен был состояться поход на Барановский вулкан, находящийся в 100 километрах с севернее Владивостока, 15 километрах южнее Уссурийска, но по таинственным причинам. Поездка переносилась раз за разом, пока не прошел целый месяц. За это время ко мне погостить с города успела переехать девушка, и эта история станет вступлением к основному сюжету. Ящерица Харольская, задавленная обочинная. Вот такие птички под Владивостоком летают у нас. А бывает еще и ниже, и громче. Так что уши закладывает. Еще такая фишечка интересная. Распечатал рекламу своего канала, даже на него голосовал, и успешно вполне. Люди ради интереса останавливались. Все, благодарю, счастливо. Это вот она мне сказала, приеду, мы рюкзачок на две части разобьем, я помогу ей переехать с одного города в другой. У меня уже мой рюкзак набит, и тут еще вещи на третий рюкзак, оставленные. Чайник там, посуда, часть еды, и туман за окном. Прям неслабый туман. 1 мая, Владивосток, дождь. Вот она решила переезд запланировать. Союз прострали, Россию прострали, ебитесь, размножайтесь. И кричите погромче, ура. Вот все, что нам осталось. Половина пути почти преодолена. Вот дорога на Уссуриск, а нам на объездную. Чуть подальше. Через час-полтора в этом районе обещают мощную грозу с прольянным дождем. Будем надеяться, что она не обойдет нас стороной. Вот так мы зарабатываем, посмотрите. Страшно представить, что мы за сегодня пережили. Самая дурная идея путешествовать автостопом в то время, когда на улице пониженная температура, нехилый ветер и очень даже немелкий осад. Путь мой лежит на Барановский вулкан. И первым делом нужно добраться до Уссурийска. Парень помог, подбросил. Сейчас двину дальше уже, в сторону Замрудной долины на Барановске. Благодарю. Всего доброго. Счастливо. Путь на Барановске через Уссурийскую долину. Оказывается, мост аварийный. Только для пешего. Фактически, съезжаясь с главной трассы, вы оказываетесь в любете. Благодарю за помощь. Счастливо. Давай, счастливо. Удачных работ и погрузок. Идем на сближение. Ты прям как с Мексики в сомбреро. Ха-ха, Вовчик, здорово. Здорово. Так, ну что нам в эту область, в эту местность. А так, я тут сижу уже. Тут еще всякая шпана местная. Я уже ко мне карманы набрал. Лучшее средство от детей. Шпана? Ну, это пиздяки всякие буйные. Буйные. Как ты в молодости? Да, да, тогда надо побольше ко мне. Как пацан идет, там, не знаю, то ли, сестрой старше говорит. Иди нахуй, там, на весь мозг прям резко орет. Ну, что же делать. 9 мая отметили, теперь нужно энергию, которые набрались, патриотизм свой выплеснуть. Прекрасное село. И необычная история, которую поведала Владимиру местная... Местная жительница, работающая охраной на станции. Захожу я на станцию, ну и спросили, по Владивосток едете. Сказал, что приехал сюда на вулкан. И тут завязался между нами небольшой легкий разговор про местные окрестности. И поведала она мне историю о том, что они тут все вместе видели летающую тарелку. Рядом вышла ее помощница Галя, которая подтвердила данное событие. 11 вечера, идут они вон там к станции и видят прямо над вулканом вылетает летающая тарелка. Короче, огоньки. Такой диск, а по бокам огоньки. Она говорит, что это американцы, японцы или наши какое-то секретное оружие. Это, наверное, украинцы. Ты что, о чем ты говоришь? Значит, этот вулкан, эта дыра в разломе, и она проходит через центр планеты и связана напрямую с Украиной. И они оттуда запускают сюда летающие тарелки. Ну и, короче, да, на полусерьезе я скажу, то что идут они, короче, смотрят за тарелку, говорят, Халя, мне страшно. Ты знаешь, они же людей похищают. Они все равно сюда прилетят за нами, потому что уж терять нечего. И пошли они, короче, к станции к этой тарелке. С хлебом, с солью, не снимая сапог. Потом дошли до станции, все-таки залезли внутрь, рассматривать не стали. Внутрь тарелки? Нет, внутрь штации ватной. Там еще, оказывается, на перроне ребята были, они тоже подтвердили, какая-то хрень, короче, вот такая круглая летала тут. Ее вроде еще и в уссурийске видели, и все дела. И говорят, что они периодически видят тут летающие огни, и всю эту фигню. Ну, можешь нас подбросить сегодня, если встретим. Я думаю, они смогут наш примитивный язык разобрать. Жидорептилоиды с планеты жопа. А еще такая фишка была, что на вулкане они там начали мне про аномальную энергию, ну, одна она села. То, что тут, мол, разломы там идут, все дела. И то, что вот тут все это выходит, то семистически опасный район там аномалии. И дело в том, что однажды падал снег зимой, и получается на красной участке вулкана, там, где красная скала, он таял, а в остальных местах ложился. И как-то странно вышло, что он выложился в форме православного креста. О, Господи, я думал, в форме флага Украины, может быть. И, короче, там все местные понабежали, сидели, просто охреневали. Старики считали, конец света настал. Местный поп пришел, потоптался, сделал чудо людям. Это, конечно, знатно. Ну, короче, это интересно, то, что то крест какой-то, блин, космическая аномальная энергия, инопланетяне, Украина-то. Я чувствовал, что не зря, не зря это боецку мы затеяли, хотя и с опозданием практически на целый месяц, потому что там уже состояться было 12 апреля, а сегодня 10 мая уже. Через жерла вулкана протекает река Раздольная, Суйфун. Также в жерле вулкана находится жерлостанция Барановская и поселок Барановский. Возраст вулкана насчитывает несколько миллионов лет. Кратер практически разрушился. Наиболее сохранившаяся часть кратера – западная, с которой открывается красивый вид на бассейн Раздольной реки. Крайне удивительные, приятные звуки пения птиц. Но мы-то знаем, знаем, что это на самом деле. Шпионы НЛО уже заприметили нас, и они вышли на наш след. Но мы не дадим себя застать врасплох. Вот мы встретили небольшую поляну прекрасных цветов. Что удивительно, их пыльца также влияет на все происходящее в этом округе. Это волшебная пыльца. Вдалеке вроде бы сидит дятел. Но на самом деле шпион уже подает первые показания Азбука Морзе ближайшим станциям. По пути нам встретился старец, который дал очень сильное средство. Нет, это не от клещей, не от комаров, не от гнуса. Оно делает временно невидимым человека от инопланетян. Оно ему уже не раз спасало жизнь. Я надеюсь, спасет жизнь не раз и нам. У нас произошел небольшой ЧП. Вову зазомбировала инопланетная русалка. Ему срочно потребовалось найти ее на дне реки Раздольной. Вот посмотрите, кусок метеорита был найден только что. А вот ворота. Именно через эти ворота пришельцы и могут проникать через миры. Смотрите, камень исчезнет. Вот. Вот, я же говорил. Это просто потрясающе. Никаких волн. Большое количество местных достопримечательностей. Забавный теремочек, стоящий на бетонной свае. К нему протянут какой-то мост железный. Проложен. Мост без дощечек. То есть, видно, что объект не используется, но все еще находится в хорошем состоянии. Подъем идет плавно. От реки мы постепенно движемся по возвышенности вверх. При взлете и посадке НЛО часто вылетают отбракованные куски топлива. У нас их называют метеоритами. Вот один из таких кусков как раз-таки послужил причиной столь странного земного уродства. Терраморфинг. Села Барановский. Нашли камень с необычными руническими надписями. Еще в свое время пятиконтропы оставляли их на камнях, чтобы увековечить себя во времени. Мы уже на Марсе. Нас забрали инопланетяне. Высадили на эту красную планету. Здесь кругом одно железо. Часть мусора с планеты Земля. Но в основном все так, как и есть на фотографиях. Все красное. Специально закрашенное ебаной блядской насой. Которое постоянно пиздит про снимки с Марса. Такого я еще не видел. Это красная пемза. Именно то, чем обычно всякие тетеньки чистят себе пятки и прочие чистят тело. Красная пемза в перемешку со слоями черного какого-то гранита, кварца. Чего-то подобного. Очень-очень необычная, красивая порода. Проблемы с ножками. Берем пензу, колем и идем к речке. Спускаемся и херачим. Необходимые вам процедуры. Сейчас будем совершать подъем. Довольно крутой. Но тут нас они точно не увидят. Потому что они не станут искать того, кто пойдет самым видным путем. А вот там... Ой, видите, как хорошо видно. Симбук, кстати, снимали. Кто видел мультфильму Алты Дисней. Его там прямо там, как очуйка, держало в руках своих. Классно. Вот тут мы на историческом месте, фактически. Я еще в детстве его лицезрел. Тут где-то пробегало стадо антилоп, слону. Так, Вова, тут вином не разлей, только не разбей. Да, блядь, я чулчав сейчас разольюсь. Мы практически у вершины. Последние съемки. Предпоследние до того, как мы окажемся. На, необходимым на месте. Вова тормозит всю группу. Ай-яй-яй. Сиди-ка ты. Папа, родничек-то тут отменный. Просто отборный орляк. Внизу был страусник, но он уже распустился. Как будто в сказке. Собирая информацию по крупицам, мы выяснили, что вот там находится секретный бункер. Видите, вокруг столбы повалились. Когда летающая тарелка поднимается, она их разбрасывает во все стороны. После население, подверженное чарами инопланетян, ставит их обратно на место. Чтобы не вызывать сомнения, но мы видим, что там сейчас творится. А значит, взлет был совсем недавно. Что ты делаешь? Симба открылся нам. Посвящение Симы будет проходить, чтобы стал он настоящим, истинным отроком, достойным существования на земле этой. Или на африканском, как говорится, Галент Вейном. Вскрытие контейнера. Который перерождался Симба. Теперь Симба стал воином. И кем это стал? И воином. В то же время, могучим артефактом, который даст силы всем, кто сможет впитать его в себя. И не извергнуть обратно. Да и так уж ты... Его тут много, чтобы извергать обратно. Корицу добавил в Симбу? Ах ты ж... Человек взял корицу. Видите, какая корица? Пиздатая корица. На одну букву начинается. Вторая вроде тоже похожа. Даже третья одинаковая. Блядь. И четвертая похожа. Вот человек доволен жизнью. Потребляет Симбу. Без кориандра, без корицы. Ждем прилета гостей. Наше средство от невидимого постепенно выветривается. Да 15 дней какое выветривается? Так мы тут уже 15 дней находимся. А, 15 дней. Тут время-то как течет. Ты посмотри. Ну точно, да. Здесь как на Юпитере. Один день провел, все пиздец, на земле уже полгода прошло. Ну да, ситуация, что ты землей не очень... Что интересно? Возможно, это какая-то пространственная аномалия, которая связывает Землю с Юпитером. Это без Юпитера тут вообще никак не обошлось? Столько колец. Все округлое. Это по-любому станция Юпитерская. Подожди, какая Юпитерская? Сатурна, блядь. Кольца-то у Сатурна. А, да, у Сатурна. Что мы доплели-то тут? Вкуси же плоть, Симбы. Это как плоть эфирная. Наверное, на этой планете она называется жидкость. Эх, надо было фольгу с собой брать. Нам бы шапочки очень помогли. Ну реально, знал бы я, что эту тетку встречу с этими историями про рептилоидов. Может быть, тетка и была за сланцем. Она специально внедрила в нас веру. Потому как пока есть вера, тебе что-то может угрожать в то, что ты веришь. А если ты не веришь, то и угрозы это не представляет. А, все. Все. Макс, 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 макс. Макс, 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 макс. Макс, макс.